Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами третья глава Плача и Еремии, посвященного разрушению Иерусалима войсками Новохудоносора в 586 году до Рождества Христова. Структура этой главы отлична от предваряющих и последующих глав. На одну букву иврита здесь приходится не один, а три стиха. Главным содержанием главы становится несетование Иерусалима или стоны горожан, но, собственно, плач самого пророка. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его, он повел меня и ввел в тьму, а не в свет. На материале «Множество житей» мы привыкли к достаточно благообразно-каноническому образу подвижника. Конечно, жизнь его может быть полна трудностей, непонимания окружающих, но и просто откровенных бед и несчастий. Но со святым всегда Бог, его главная поддержка и утешение. Однако при внимательном знакомстве с жизнью того или иного святого, мы увидим, что в его отношениях с Богом далеко не всегда все однозначно и легко. Из самых близких нам примеров можно вспомнить преподобного Силуана Афонского, в отчаянии бросившего Творцу фразу «ты неумолим». Такие истории мы впервые видим именно у пророков и праведников Ветхого Завета. Далеко не всегда они пребывают в восторге от возложенной на них миссии. Ну, например, о конфликте штатных, придворных пророков и истинных пророков Израиля мы уже говорили в предыдущей главе. Здесь же я хочу вспомнить о том, что и сам настоящий пророк понимает, насколько тяжело принять что правителю, что людям не придворную лесть, а прожигающую до костей слово живого и часто гневного Бога. Это, например, прекрасно выразил Вермонтов, говоря от имени Еремии. «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». У самого пророка это описано так. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят они, он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему?» Это, собственно, книга Иеремии, 20-я глава. Но часто для пророков непонятно и поведение самого Творца. Его воля, реализуемая как по отношению к тем, о ком они пророчествуют, так и по отношению к ним самим. Здесь, например, пророк в недоумении. Что он ожидал, например, в отношениях с Богом увидеть как свет и жизнь? А Бог вводит его в тьму, что всегда почти аллегория могилы, смерти. Так что, отношедшись на него бедствий, и сам пророк жаждет небытия. Он говорит, «Проклят день, в который я родился. День, в который родила мать моя, да не будет благословлен. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби. Чтобы дни мои исчезали в бесславии». Это также 20-я глава Иеремии. «Так он обратился на меня, и весь день обращает руку свою». Обратился на меня, да, то есть против меня. В современном русском переводе мы читаем. «На меня вновь и вновь каждый день он заносит руку. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших. Плоть моя и кожа моя» — это явная параллель сетующего пророка с книгой Иова. Обращение к образу страдающего праведника. «И самого себя пророк ощущает, как, собственно, город в осаде. Он награжден неприятельским валом. И этот вал не земля или глина, как, например, у осаждающих вавилонян. У Бога этот вал состоит из тяготы и горечи сердечной. «Окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и выпиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои». Здесь перечислено все то, в чем конкретно проявляется эта ограниченность тьмою. Та подобие могилы и смерти, уже сейчас явленная в пророческой жизни. Из этого состояния, как и из смерти, нет выхода. Оттуда не достигают до Бога молитвы. Путь назад невозможен не только потому, что загражден, но и потому, что извращен, искривлен. То есть он приводит не туда. «Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел». Важно, что личные бедствия, описываемые пророком, в основном совершенно соотнесены с бедствиями города и горожан. В Иеремии совершенно нет ханджеской закваски, позволяющей свысока говорить «я же предупреждал», да, ну и какие-то прочие другие безумные вещи. «Послал в почки мои стрелы и сколчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневной песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью». Хотя при нескольких царях Израиля Иеремия последовательно пророчествовал о гибельности для Израиля, попытки выйти из повиновения мощному Вавилону, в дни, когда произошли все предсказанные им события, он полностью разделяется своим непослушавшим и презиравшим его народом все его тяготы и скорби. В агодических текстах иудейского предания Иеремия рыдает «Братья мои, племя родное, все это приключилось вам за то, что не послушали вы предсказаний моих». Он и плачет в предыдущих стихах о том, что он стал словно мертвый, то есть в том числе, что молитва его, как молитва мертвеца, ничего не стоит, не может прорваться до Бога, который не желает принять ходатайство праведника. Хотя в свое время принял ходатайство Авраама о Содоме, понизив свои требования к городу с 50 до 10 праведников. Но Содом был чужд откровения. Народ, живший там, не слышал никогда слова Господня и не видел силы его, потому, собственно, да и столь ничтожно было требование Бога к городу. Но совсем иное дело Иерусалим. Святой город – место, где не смолкало богослужение, где в домах собраний книжники и их ученики просиживали над Писанием дни и ночи. Но век за веком, за исключением таких светильников веры, как царь Иосия, слово пророческое оказывалось тщетным. Об этом скажет потом Христос. «И ты, Капернаул, до неба вознешься, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Эта слова вполне применимы и к святому городу Иерусалиму, только уже не о пророческом, а о собственном посещении которого Творец мне расскажет. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели? Се оставляется вам, дом ваш пуст. Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Сетование и разочарование достигают своего апогея. Все погибло, нет более никакой надежды. Мы уже упоминали, что этот скорбь чрезвычайно созвучен плачем и сетованием гонимого Давида. Но Давид чаще негодует на бездействие Бога. «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь меня. Ночью и нет мне успокоения». Это 21 Псалом. Или «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня?» Это 12 Псалом. Здесь же у Иеремии и у ряда других пророков Бог представлен как активно наводящий несчастье и зло. Он сокрушил зубы, он покрыл пеплом, он удалил мир. Хотя в книге Иова мы видим, что Бог сам не производит зло и скорбь, но ветхозаветное богословие абсолютно линейно в своем монотеизме. Вне Бога ничего не осуществляется. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это», — говорит Бог у пророка Исаии. Перед нами один из самых болезненных вопросов монотеизма, проблема Теодицеи — оправдание существования в мире зла, при том, что Бог благ и всемогущий. Рамки нашей лекции не позволяют рассмотреть этот вопрос подробно, но коснуться одного из его аспектов мы можем. Насколько Бог произволяет злу? Возможно ли, что сходит бедствие от Господа к воротам Иерусалима, как говорит Михей? Бог ли производит бедствие так же, как творит тьму наравне со светом? Ветхозаветный ответ предназначен — производит. Бог может отвергать, карать, насылать беды на отдельных грешников, да и на целые города и народы. Этому пониманию вторит, в общем-то, и последующая иудейская учительная литература, ну, например, описывая принятие Богом решений о карах за злодеяние как грешному Израилю, так и наполненным злодеяниями городам других народов. Христианская святоотеческая экзегеза настаивает на новозаветном понимании всего откровения, которое озвучивает Иоанн Богослов. «И вот благовестие, — говорит он, — которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Это первое послание Иоанна. Святитель Василий Великий в отдельной беседе, которая называется «О том, что Бог не виновник зла», отмечает, что слова о свете и тьме должны пониматься как то, что Бог — творец всего мира, то есть творец тьмы, как состояние материи, но не как состояние нравственного. Но остается вторая часть фразы, описывающая множество отдельных случаев Ветхого Завета, где Бог производит бедствия, и подходящие в том числе и под рассматриваемые нами сетования Иеремии. Об этом святитель говорит, что все эти тяжкие для человека беды есть болезненное врачевание и пресечение Богом греха, и телесные страдания, и внешние бедствия измышлены к обузданию греха, пишет он. Итак, Бог истребляет зло, а не от Бога зло, и врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями. То есть боль сопровождает исцеление недуга, с чем согласен в своем толковании, например, и святитель Иоанн Златоуст, говорящий, не есть зло и плен, он делает более благоразумными и послушными, истребляя горность. Нужно, однако, заметить, что подобный подход не чужд, скажем так, отвлеченной софистике. Так как, например, когда народу Антиохии грозила кара от императора Феодосия, чьи статуи были снесены жителями недовольными новыми налогами, и когда епископ антиохийский Флавиан отправился ходатайствовать перед императором о прощении мятежного города, чтобы он не был истреблен, то сам святой Иоанн весь этот период времени воодушевлял горожан своим знаменитым циклом проповедей о статуях, в котором говорил о милосердии Божьем, а отнюдь не о пользе императорской расправы. Замечу, что приведенная экзегеза – пример одного из, наверное, базовых решений данного вопроса, «но не единственный. По мысли о моем страдании и о бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Вот с данного трестише начинает изменяться тон главы. На все выплаканные переживания у пророка вызревает на сердце ответ, как и в псалмах Давида, отчаяние сменяется твердым упованием на живого Бога. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». «Господь – часть моя, – говорит душа моя, – и так буду надеяться на Него». Идея остатка Израиля регулярна для пророческих текстов. Ее мы слышим, например, и у апостола Павла в послании к римлянам. Смысл ее прост. «Израиль избран Богом. Обещания, данные Яхве Аврааму, непреложны и истинны. Поэтому, сколь бы ни погряз в грехе, а сколь бы ни извратился род потомков Авраамовых, Бог все равно отыщет среди них здоровые ветви. От корня произрастит свежий побег, остаток спасется». Аналогично, кстати, мы можем сказать и о церкви, о сообществе сынов Авраама по духовному сродству, а не по плотскому. «Христос обещает, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, несмотря на все недостатки человеческой природы и нравственные или догматические падения отдельных христиан или даже целых церковных сообществ, Бог не допустит уничтожения присутствия своего тела на земле, своей церкви. Хотя, конечно, она может претерпевать гонения, притеснения и являть себя в истории, как малое стадо, которому, однако же, Отец ваш благоволил дать вам царство. «Благо Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Интересно, что под терпеливо ожидающим спасения преподобный Ефрем Сирин видит языческие народы, долгие века ожидающие возможности войти в сияние славы Господней. «Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на Него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему Его, присыщается поношением». Эти образы смиренного праведника, как образ самого пророка, так и идеальный образ общины Израиля, конечно, далеко не вполне соотносимы с реальным народом. И здесь звучит уже вполне новозаветный призыв к неумножению зла. «Подставляет ланиту, то есть щеку бьющему». Это созвучно заповеди Христа. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает ценов человеческих». Вот ответ на предыдущие стихи о Боге, гневно подвергающем наказанию. Оказывается, Писание четко разграничивает волю Бога, как активное его желание и его попущение, как допуск произойти тем событиям, которые вызваны аффектом человеческой свободы, вызваны грехом. Не изволение, не желание Бога произвело эти беды. Не Он в гневе топчет, как вточили дочь Сиона и Иерусалим. Но жители, отвратившиеся от правды, своими руками щедро отмеряют себе смерть. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не виден Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. От уст Всевышнего, а то есть от его заповедей, происходят и бедствие, и благополучие. Заповеди в большинстве своем могут быть рассмотрены, ну, например, в аналогии с законами естественной природы. Бог дает заповеди не по случайному произволению, от самохотения. Вот я желаю, чтобы вы делали так и не иначе. Нет. В заповедях Он указывает единственно доступный путь жизни в мире, который, увы, тлеет и разрушается от греха. Не случайно Бог говорит, им это вспоминали, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Об этом учит и Христос, указывая, что один лишь тесный путь в нынешнем бытии ведет к жизни, но множество путей ведут в смерть. «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. Умершвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и раззорение доля наша. Потоки вод изливает око мое о гибели тщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения. Доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Важная часть фразы «доколе», то есть «пока не». С точки зрения пророка эти ужасы до времени. Уход и молчание Бога не навсегда. Всячески усиливались уловить меня, как птичку враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал «погиб я». Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил «не бойся». Здесь важное автобиографическое свидетельство, которое в полноте мы услышим в книге пророка Иеремии в 38 главе. Там описано, как злопыхатели пророка, партия националистически настроенных придворных, возмущенных, как им казалось, правовилонской проповедью пророка, сулящего гибель городу за сопротивление Великой Восточной империи. Так вот, эта партия бросила Иеремию в яму во дворе стражи. По-видимому, в резервуар для сбора дождевой воды. И лишь ходатайство о пророке Авдемелеха, давне влиятельного чиновника при дворе Садыкии, злосчастного последнего царя Иудеи, спасло пророку жизнь. При этом, в отличие от первых стихов главы, Иеремия ясно указывает на помощь Бога, который не оставил его в тяжелых обстоятельствах. «Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательства их, все замыслы их против меня, речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. «Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из-под небесной». Требованием от Бога жестокой справедливости, столь характерным для яростных молений и обиженных древних праведников, заканчивается третья глава. Субтитры создавал DimaTorzok